Здравствуйте! Давайте сегодня еще раз поговорим про золотые монеты Николая Второго. И хоть мы несколько раз уже беседовали о них, но тема эта безгранична, нескончаема, разновидов монет много и на некоторые, наверное, стоит еще раз обратить ваше внимание. Рассказывая про 10-рублевые монеты в одной из прошлых бесед, я вам говорил о том, что выделяют несколько вариантов портретов, но обычно 7 самых характерных вариантов, также выделяют несколько вариантов орлов. Наиболее характерен так называемый поздний портрет, он встречается на монетах с 1900 по 1911 год в разных небольших вариациях, но, в принципе, это один и тот же вариант портрета. А вот в 1899 году, году самой массовой чеканки, встречается много портретов. Удивительный год, в котором можно, наверное, встретить почти все известные варианты портрета. Первый, второй или так называемый поздний, что встречается на монетах перепутках, возможно, более позднего времени чеканки. Третий и так называемый малая голова, итальянец, лампочка, по-разному называют. Четвертый и пятый. И встречается только, пожалуй, седьмой вариант портрета, характерный только для монет 1900 года. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, что кроме так называемых ранних позднего портрета и второго варианта портрета есть также, в том же 1899 году, очень редкий портрет шестого типа. Он отличается тем, что с одной стороны изображение императора очень рельефное, с другой стороны совершенно плоское, как будто даже приплюснутые. Очень часто такие монеты, которые встречаются крайне-крайне редко, воспринимаются потенциальными коллекционерами, как поддельные. На других монетах они не видят такого портрета, ни в предыдущих годах, ни в следующих. И только лишь на небольшом количестве, как я уже сказал, монет 1899 года с гортовым знаком бенцминистера Фезе Феликс Лиман встречается этот самый пресловутый шестой портрет. Суженный, уплощенный и в то же время очень рельефный. Но изучение трех сторон монеты, портрета, орла и гурта, говорит специалистам однозначно, что эти монеты несомненно подлинные. Да и выделен этот шестой тип был уже на ранних стадиях исследований. Другой вопрос, что смотрятся они немножечко странно, необычно, отличивая от других и, как я уже сказал, встречаются крайне-крайне редко. Есть предположение, что для чеканки этих монет использовался маточник, возможно, предназначенный для производства штемпелей и чеканки каких-либо памятных медалей. Но это как версия. Учитывая, что тирамиды тираж тех самых пресловутых медалей был небольшим, инструменты были в хорошем состоянии. Почему бы не сделать отдельные штемпеля с использованием этих маточников для чеканки золотых монет? Тиражи 99-го года гигантские, монет надо чеканить много, инструмент дорог и, вполне возможно, все эти факты привели к тому, что монеты с необычным портретом, портретом шестого типа и появились на свет. Поэтому призываю вас еще раз, очередной уж не знаю какой, когда изучаете, может быть, даже самые простые монеты, как многие называют, самые простые монеты десятки 1899 года, будьте все-таки внимательны. Возможно, монеты, которые вы примете за подделку, окажутся просто монетой с редким вариантом портрета. Это может быть как поздний портрет, а я уже сказал, что такие монеты встречаются, как образовалась такая перепутка, сказать сейчас сложно, чаще всего связываются с дочеканкой в более позднее время. Так могут встретиться и совсем редкие варианты портрета, имеющие место только в 1999 году и только на монетах с знаком на гурте ФЗ с шестым вариантом портрета. Будьте внимательны, надеюсь, ваши поиски уменьшаются успехом, у вас будут редкие экземпляры с редкими вариантами портрета и обращу ваше внимание, что для того, чтобы лучше разбираться, всем советую иметь у себя справочник Сидорова Савина, где представлены монеты всех годов с фотографиями и также карманный вариант памятки, вложения в справочник со всеми вариантами портретов. Тогда вы точности уже при осмотре монеты сможете определить, какой тип портрета перед вами, ну а пользуясь справочником определите также и его редкость, но и условную коллекционную ценность. Ищите, собирайте, как можно более полной вам коллекции. Спасибо! Итак, давайте еще раз посмотрим монету с так называемым ранним вариантом портрета, в данном случае первый, чаще всего встречающийся именно в 1899 году, поздний вариант портрета, характерный для всех годов с 1900 до 1911 с небольшими отличиями. И, наконец, шестой, наверное, реже всего встречающийся вариант портрета и только на монетах с гуртовой надписью Фезе Феликс Лиман 1899 года. Обращайте внимание на эти монеты, они не являются подделками, совершенно подлинные и очень редкие варианты с таким вариантом портрета, очень рельефного и в то же время приплюснутого, не похожего на другие. Еще раз обращаю внимание на совершенно зеркальное поле у монеты 1903 года, для этого года характерный вариант. Также хорошо полированное зеркальное поле монеты 1899 года, но, конечно, с чуть меньшей качеством, чем у третьего. И, наконец, орел и поле монеты 1899 года знаками с министеров Фезе с шестым редким вариантом портрета. Все почти зеркальные, но, конечно же, качество обработки несколько иное. Связано это с тиражностью чеканки, с размерами тиража и износом инструмента. В 1899 году тиражи большие и износ высокий. В 1903 году при небольших относительно тиражах качество чеканки оставалось очень высоким на многих экземплярах.